Сегодня, каля памятного знака Багратыёна, в Светлогорском районе прошел областный этап республиканской акции «У славу агульной перамоги», его кульминацией стала передача укрепту храма «Уссих святых земли», приведенной из места боевой славы из разных районов в области. Об умоцевании связи поколений – материал наших корреспондентов. Республиканская акция памяти проводится у рамках святкования 75-ти годзя перамоги у Великой Альчинной войне. Её початком стали обвешаны у середине минулого года конкурсы музеев научального установ и телемасты у рамках открытого диалога. Сюняшняя передача капсул «Землёю» у храм «Помник» у «Гонор уссих святых» – это уже другий этап. Если не будет таких акций, то поколения, последующие поколения, они всё дальше и дальше удаляясь, будут забывать. Важности о главных героях, которые сделали это для нас. Они не будут понимать ценности мира, ценности жизни. У капсулах «Земля» с местом братских похоронений и особных могил, часов Великой Альчинной. Подчас акции по зауваге не засталося ни одно похоронение. У капсуле Жлобинского района земля 60 мест. Светлогорскага – 40, Рэчэцкага – 110. Усяго на Гомершине каля тысячи похоронений у червонармейцев, партизан, подпольщиков и мирных жахаров. Догляд за имя не просто обовязок, а моральный дох. Мы 6 мая будем в Гомершском районе после конструкции вводить ещё один комплекс, который на сегодняшний день отремонтирован нашим компанией «Белтрансгаз Газпром». Поэтому сегодня все организации идут и наводят парадок, делают маленькие реконструкции, проводят соответствия с этими меморальными комплексами и памятниками, и обелисками, которые построены. Самое главное, что и даже наша молодёжь к этому активно принимает участие. Увагалю проекта некальки задач. Адумацавання сувязі пакаленеў і вувучэння гісторы і малой радімы, дамоніторангу стану вайсковых пахаваннеў і популярызація туристычных маршрутаў, звязаных з военнагістарышными падіями. І ашы аднаважная мета – разуміння галунных вынікаў той вайны, звержэння нацистскіх, расістскіх і колоніяльных ідеалогіў. Гэтая перамога была б немагчымаў без подзвігу народу ўсіх 15 союзных республік і іх союзнікав. Сёня необходна зробіць немагчымаў манипуляцію ў палітышных метах історый самай страшной вайны 20-го стагодзя. І таким чынам прадухіліць новая конфлікты. То, што сігодня ззззз было, это фантастична, это восхітітельна. Это не просто сценировка, а это оживление, живое воплощение этих событий і передача капсул с землёй, мест героических, которые мы здесь видели. Нікого не можат оставити, не то, что равнодушно, вона просто души трогает до слёз. Распрацовшыкі концэпцій акцій ў славу агульной перамоге падкрэсливаюць. Мы ўваходзім ў новую эпоху, ў якой не будзе живых ў дзельнікаў тых падзей. Адзіной свэткай застанецца зямля з памятных месцеў вайны. Яна будзе сабранная для пастоянной малітвы ў адным месце. Крыпця храма помніка ў гонор ўсіх святых. Як память пралюдзей, дзякуўчы якім, удалося вырытаваць айчыну. Такім чынам атрымаецца символішна аб'яднаць ўсіх, то змагаўся за перамогу ў розных кропках вялікай айчынной. Крыпця храма памятника всегда пасха, потому что эти пылинки, их праха, свидетельствуют не только об их подвиге, но и о вечной жизни. Вечная память павшим, вечная слава их подвигу, и пусть победа всегда остаётся за жизнью. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Ёген Макеенко, телерадиокампания «Гомель», Светлагорский район.